Рисы для Польши, черные грифы для Болгарии. Рижский зоопарк уже много лет активно участвует в международных программах по восстановлению популяции диких животных. В этом году рижские черные грифы впервые были включены в международный природоохранный проект «Зеленые Балканы». Как живется бывшим рижанам на новом месте, подробности у Галины Сладовника. Этим летом два молодых черных грифа из рижского зоопарка Рига и Баян были выпущены в Балканских горах Болгарии. И вместе с ними еще одна птица из чешского зоопарка Острава. Для грифов была специально подготовлена гнездовая платформа. Подкармливали птиц на расстоянии, чтобы они привыкали к условиям дикой природы. А чтобы знать, где они находятся, к каждой из птиц прикрепили передатчик. Видно, что сейчас птицы улетели на зимовку. «Баян улетел дальше всех. Его передатчик сигнализирует, что он находится на границе между Ираном и Ираком. Похоже, там он и будет зимовать. Дальше не улетает. В свою очередь, Рига на юго-востоке Греции. Она присоединилась к местным и зимующим грифам, в том числе белоголовым грифам, у которых тоже есть передатчики». В 1988 году черные грифы были включены в Мировую красную книгу. Их популяция сокращается из-за изменений климата, отстрела и от отравления. Эти птицы питаются падалью и могут съесть, к примеру, отравленного фермером хищника. К тому же, грифы плохо размножаются в неволе. В прошлом году у зоопарков по всему миру было всего четыре птенца. При этом два из них в Рижском зоопарке. Всего же у нас за четыре года удалось вырастить восемь черных грифов. «В данный момент болгарская команда спокойна за грифов. Но есть опасения по поводу весны, когда птицы должны будут вернуться в Болгарию. В том регионе, где находится Рига, весной происходит интенсивное раскладывание ядовитых приманок, и птица может отравиться. Давайте держать кулачки, чтобы Рига, Баян и Острава вернулись в Болгарию». А это уже восьмая рысь из Рижского зоопарка, которая отправилась в Польшу за последние десять лет. Её новым домом станет природный парк Кадзидлова. «В отличие от Латвии, где популяция рысей насчитывает от 600 до 800 животных, в Польше число северных рысей всего около сотни. Поэтому в Польше действует программа о восстановлении популяции этого животного в дикой природе». Латвийская рысь имеет высокую генетическую ценность, и поэтому Рижский зоопарк уже более 20 лет участвует в международной программе разведения рыси. Наши рыси обитают теперь также в Эстонии, Литве, Шотландии, Финляндии, Испании, Венгрии, Украине и Японии.